Полночь, улица Медовая. Бригада муниципального водоканала начинает сварочные работы на магистральном водоводе. Диаметр 800 миллиметров. Это единственный источник водоснабжения поселков Кудепста, Хоста, микрорайонов Мацеста, Бытха и села Раздольная, а также части Адлера. Накануне водовод был детально обследован мупом. Найдены слабые места, которые в любую минуту могли вызвать порывы. Водоканал решил сработать на опережение. Отреагировал оперативно, что позволило избежать беды. На время работы абонентов отключили от воды, но сделали это ночью, о чем сочинцев предупредили заранее. Воду обещали запустить в три часа ночи, но уже в два она поступила в систему. Угроза серьезной аварии на Медовой возникает из-за строительства ЖК «Курортный», рядом с которым проложен водовод. Это приводит к оползням, которые становятся причиной постоянных порывов. Это нужно решить так, чтобы труба осталась вне оползня. Каким образом это делать, сейчас будем думать. Но то, что нужно восстановить вторую нитку, это однозначно. К сожалению, вторая нитка выведена из строя на достаточно серьезном участке, поэтому у нас только одна нитка. Аварии будут продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос строительства подпорной стены собственникам ЖК «Курортный», говорят в водоканале. Между тем, проект пока только на стадии экспертизы. В целом же водоканал только за последние четыре дня уже исправил ситуацию на водозаборе реки Сочи, заполнив водой резервуары и на насосной станции «Батарейка». Масштабные работы были проведены и на Мамайке. Там подключили водовод диаметром 700 мм для подачи воды в центр с Головинского водозабора. Главное, теперь водоснабжение в центре Сочи станет более надежным. Я участвовал конкретно на Мамайке, на 73-м километре, на этой 700-ке, вот уже двое суток. Как говорят местные слесари, там каждый день был порой. Руководством Сочи водоканала было принято решение не чинить, не перекладывать трубопровод, а просто его вырезать. С какой целью, наверное, лучше спросить у Сочи водоканала. Почему коммерческое предприятие Сочи водоканал так обошлось со своим имуществом, а по сути и с жителями, теперь будут разбираться соответствующие правоохранительные органы. К слову, теперь уже на муниципальном предприятии сейчас кипит и бумажная работа. Вот, например, принтеры, установленные вот так, прямо в музее водоканала, активно, бумажка за бумажкой, печатают проект договоров с юрлицами. Таких сегодня нужно распечатать более пяти тысяч. Работа ведется также в нормальном режиме, никаких сбоев нет, каждый абонент будет выслушан, с каждым абонентом будет проведена разнесительная работа, какие-то есть вопросы, вы можете обращаться, приходить в одно окно. Наши сотрудники всегда рады видеть вас. Новые квитанции уже от МУП. Водоканал сочинцы получат до 1 октября. Оплачивать услуги за воду и канализование нужно будет по единой квитанции Горы ВЦ. Ну а все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии водоканала 255 05 05. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.